добрый день коллеги их есть у меня новинки вам за март хорошо ли меня видно слышно зажгите пожалуйста свои костры отлично вот смотрите татьяна мне все ответили и так ну что ж рада что у вас хорошее настроение да все хорошо слышно замечательно и так у нас несмотря на то что март был частично праздничный все равно мы выпускали новинки интереснейшие расскажу чуть попозже мы традиционно мы выпускаем не только учебную литературу научную литературу но и научно-популярно и стараемся всем этим сферам каждый месяц уделять какое-то количество времени и представлять в новинках поэтому для тех кто ходит исключительно слушать про учебную литературу становится откровением что у нас есть что-то еще кто приходит чисто за научпопом выделяет для себя что есть у нас еще и учебники учебные пособия книги по саморазвитию и так далее в общем а мы стараемся угодить абсолютно всем и у нас это получается по крайней мере март месяц отличный мы рады что читательский интерес несмотря на всю сложную обстановку он не угас не угасает так что двигаемся в правильном направлении товарищи и начинаем с новинок марта по таким дисциплинным направлениям и специальностям как экономика бухгалтерский учет госэмун управления педагогика обратите на нее внимание интереснейшие книги получились филология тоже филология и лингвистика тоже получился очень неплохой полкниг иностранный язык традиционно мы пополняем наш фонд иностранных языков в этом месте если не ошибаюсь у нас английский строительство история вот это господа самое интересное из научпопа для широкого круга читателей что у нас получилось в этом месяце и не буду вас томить переходим начинаем как всегда со сложных направлений с экономики в этот раз и первая книга учебное пособие который хочу вам представить это механизм функционирования домостроительных комбинатов на базе холдингов практическая значимость этого исследования состоит в том что разработаны в нем экономические механизмы повышения эффективности функционирования домостроительных комбинатов на базе холдингов найдут практическое применение в реализации комплексной программы развития строительной отрасли книга это будет полезна для студентов бакалавриата и магистрантов обучающихся по направлениям экономика экономика корпорации строительства студентов других экономических профилей а также для практических работников и индивидуальных предпринимателей следующая книга тоже из области экономики нравственная экономика это учебника автора популярных книг доктора экономических наук елена евгеньевна румянцевой у нас очень и очень неплохая подборка ее книг экономической тематики и о коррупции и о развитии в общем если вас эта область интересует обратите внимание на этого автора так вот конкретно этот учебник предназначен для проведения комплексных занятий по экономике в общеобразовательных школах в качестве самостоятельного предмета отдельных уроков по математике технологии обществознанию обязательных вне классных занятий по финансовой грамотности потребительской культуре дополнительной подготовки школьников по экономике в учреждениях дополнительного образования а также для самостоятельных занятий родителей с детьми в свободное время финансовая грамотность это то чему нужно уделять внимание и внимание много следующая книга тоже из области экономики управления персоналом это пособие адресовано студентам среднего профессионального и высшего образования обучающимся по направлению экономика и управления а также студентам в области управления человеческими ресурсами книга это поможет в приобретении студентами знаний о новом механизме управления персоналом в организации в условиях рыночной среды формирование компетенции по осознанию социально-экономической значимости в будущей профессии и умение самостоятельно создавать и совершенства системы управления персоналом вот такое учебное пособие следующая книга тоже учебное пособие но уже из области бухгалтерского учета и анализа бухгалтерский учет и анализ теория бухгалтерского учета это краткий конспект лекций в схемах и таблицах учебное пособие дает системное представление об основах ведения бухгалтерского учета в организациях различных форм собственности в этом издании раскрыты сущность цели и содержание бухгалтерского учета его функции задачи освещены основополагающие принципы учета объекта бухгалтерского наблюдения основные методические приемы и правила авторами рассмотрены применяемые учетные регистры форма бухгалтерского учета основные учетные процедуры и этапы учетного процесса адресовано это учебное пособие студентам обучающимся по направлению подготовки экономика менеджмент всех форм обучения следующие учебное методическое пособие история мировых цивилизаций это пособие поможет сформировать устойчивое представление об основных закономерностях и направлениях развития мирового цивилизационного процесса а также преодолеть догматический подход к отдельным вопросам мировой истории адресовано оно студентам очной и заочной форм обучения по направлению подготовки государственное и муниципальное управление также обратите внимание у нас есть еще книги этих авторов например алексей николаевич горявина из этой же области гос иммун управления действительно достойные книги следующие учебное пособие из области техносферной безопасности надзор и контроль в сфере безопасности в этом учебном пособии рассмотрены правовые основы принципа построения и создания системы федерального государственного надзора и производственного контроля за безопасностью в соответствующих сферах деятельности предназначено оно для бакалавров по направлению которое я указала по направлению подготовки техносферная безопасность переходим далее к области строительства в этом направлении за последние два года нами выпущены очень качественные монографии и учебные пособия обратите на них особое внимание узкие темы новые материалы новые технологии правила безопасности сферу строительства мы выделяем особо и делаем очень редкие и довольно востребованные книги одна из них перед вами низкоэнергетические издания окна фасады солнца защита энергоэффективность это монография это издание заинтересует специалистов в области проектирования энергоэффективных зданий и архитекторов и проектировщиков исследование посвящено актуальной проблеме повышению энергетической эффективности и энергосбережению при строительстве эксплуатации реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружения различного назначения с максимальным использованием солнечной радиации материалы этой монографии могут быть использованы при проектировании зданий различного назначения с повышенной энергетической эффективностью энергосбережения в общем очень такая актуальная и довольно узкая тема следующая книга тоже из области строительства расчеты шумов гражданских и промышленных зданий при зеркально диффузном отражении звука от ограждения это тоже монография в которой детально рассмотрены разработанные автором комбинированные методы расчета шума в помещениях при зеркально диффузном отражении звука от ограждений издание это заинтересует научных и инженерно-технических работников занимающихся вопросами оценки шумового режима и проектирования строительных акустических мер, снижение шума в гражданских и производственных зданиях. Книга будет полезна студентам и аспирантам, изучающим курс строительной акустики. Жалко, что такой книги не было в хрущевские времена, потому что сейчас все соседи практически родственники, а на самом деле можно было сделать иначе. Переходим к смежной области, к дизайну. И это, если я не ошибаюсь, третья книга нашего постоянного автора «Пропедевтика. Схематический графический анализ и вольное копирование». Это учебное пособие из области дизайна. Оно содержит вводный курс формальных законов и средств композиционной деятельности, систематически изложенный в сжатой и элементарной форме материал. Автор подчеркивает необходимость применения интегративной обучающей методики, тезисная доминанта которой формулируется как новые, яркие и современные образные решения на основе классических аналогий. Это издание предназначено для студентов среднепрофессионального образования и для тех, кто получает высшее образование по специальности дизайн. Переходим к пулу педагогики, на который я обращала ваше внимание в самом начале. И начну его с монографии. «Развитие образовательного туризма в системе академической мобильности современного вуза». Непонятно, что нас больше привлекло, либо студенческий, либо туризм. Ну, в общем, эти обе сферы для нас актуальны. И образовательный туризм – это такая особая часть групп студентов, которые получают образование в нашей стране. Как они его получают, зачем и многое-многое другое. Все это есть в монографии. Актуальность темы данной исследовательской работы обусловлена, собственно говоря, стремительным развитием вот этого образовательного туризма и международной академической мобильности студентов в образовательной среде мировых вузов. Авторами разработана комплексная программа по привлечению и адаптации участников входящей академической мобильности на примере отечественного вуза. Результаты, полученные в ходе проведения исследований и разработки проекта, могут быть внедрены в международную деятельность высшего учебного заведения. В общем, очень-очень интересная монография получилась. Вот на моей памяти я даже не припомню, кто особое внимание уделял образовательному туризму из современных авторов, но тема действительно достойная. Следующее учебное пособие «Основы педагогического мастерства». Это учебное пособие для обучающихся в системе среднего профессионального образования. Вы видите, что у нас специальное оформление для книг, учащихся в средних профессиональных образовательных учреждениях. И это учебное пособие нашего постоянного автора Бориса Рувимовича Манделя. Хочу сказать, что все его книги на самом высшем уровне, по нужной теме, полные. Вообще Борис Рувимович – кандидат педагогических наук, профессор российской академии естествознания, поэтому доверять этому автору стоит, нужно, со стопроцентной уверенностью. Так вот, конкретно это учебное пособие будет полезно и интересно не только учащимся СПО и педагогического направления, как это часто бывает, но и всем интересующимся основами педагогического мастерства, как актуальной, динамичной, активно и быстро развивающейся теоретической и практической составляющей современной науки не только в нашей стране, но и за рубежом. Так что обратите особое внимание, по педагогике просто отличнейшие книги. Вот вообще для тех, кто скачает потом презентацию или уже скачал, обратите внимание, что большинство авторов из этой презентации, они имеют целую линейку книг. Если вас что-то зацепило, заинтересовало, не поленитесь, зайдите, посмотрите на полный перечень книг этого автора, конкретного автора, и вы действительно найдете много нового. Я понимаю, что не все посещают вебинары по новинкам, что-то может быть упущено, что-то выпускалось раньше, чем мы начали проводить такие вебинары. В общем, действительно, там есть на что посмотреть, друзья, поверьте. Следующее учебное пособие – интернет-проектирование в образовании. Это учебное пособие для преподавателей и студентов педагогических вузов. Оно объясняет, как преподавателю педагогического вуза организовать интернет-проектирование на своих занятиях. Представленные материалы будут полезны и студентам, выполняя интернет-проекты, они ознакомятся с технологией, по которой работает их преподаватель, и самим преподавателем. Учебное пособие будет полезно бакалаврам, магистрантам, аспирантам педагогических вузов. В общем, абсолютно всей среди педагогов будущих и настоящих, которые занимаются своей любимой деятельностью. Тем более, в наше время интернет-проектирование – это чуть ли не одно из основополагающих направлений, которое должно быть освоено абсолютно всеми уровнями педагогов, и будущих, и настоящих. И переходим к разделу «Филология и лингвистика». Не стала я отделять литературу, ведение, лингвистику, просто определила направление, к которым можно отнести эти книги. Совершенно замечательное введение в изучение русского исторического словообразования, учебное пособие знаменитого в кругах своих авторов, моего преподавателя. Обратите на него внимание, этот человек много-много лет занимается этим направлением. Огромное количество книг выпущено, и мы рады, что выпускаем и в своем издательстве такую литературу. Так вот, это учебное пособие будет адресовано студентам, магистрантам, аспирантам филологических факультетов, университетов и педагогических вузов. В этом издании обоснована научно-педагогическая и культурная значимость историко-словообразовательного словаря русского языка, вышедшего ранее в 2014 году. Цель этой книги в том, чтобы обсуждение проблем русского исторического словообразования среди специалистов привело к пробуждению интереса к этой в последние десятилетия подзабытой области русистики, к уточнению формулировок, а также к постановке и решению новых задач. Еще одна книга из этой же области, еще одного моего преподавателя, Алика Ивановича Федотова, стихопоэтика Иосифа Бродского. Это монография. И, как уже ясно из названия, это исследование посвящено стихопоэтике Иосифа Бродского, чье творчество отличалось феноменальной универсальностью. Проведен анализ стихотворений Бродского во взаимодействии друг с другом, с жизнью и творчеством их автора, его современников и предшественников. Книга эта может быть использована как учебное пособие для студентов, магистрантов и аспирантов филологических факультетов. Ну и то, как она выглядит, это особое удовольствие, совершенно потрясающий дизайн этой книги. Хочу обратить внимание, у нас действительно есть какие-то шедевральные книги по оформлению, и это вот одна из них, чему мы очень рады, потому что как только выходит в издательстве книга, на которую не только полезно смотреть, но и приятно, это, конечно, особое удовольствие. Следующая монография из этой же области – это очерки по истории русско-шведских литературных контактов в 17-м начале 19-го века. Эта книга является продолжением монографии «Русско-шведские литературные связи» в 18-м веке и «Война и культура. Русско-шведские литературные параллели эпохи Северной войны». В общем, если вам интересна эта тема, то в отрыве без предыдущих монографий она будет недостаточно полной. Поэтому я вам советую и этого автора пробить, посмотреть, какие у него еще книги вышли. Так вот, конкретно в этой монографии авторам привлечен материал средневековой русской литературы и русской литературы начала 19-го века. Рассматриваются неизучавшиеся специально примеры русско-шведских литературных отношений. Исследуются малоизвестные шведские и русские сочинения, посвященные монаркам соседственной страны. Книга эта адресована специалистам-филологам и историкам, преподавателям университетов, аспирантов, студентам и самой широкой аудитории. Обратите на нее внимание. Далее. Ну, во-первых, посмотрите, какая чудесная обложка у этой книги. Действительно получилось классно, ярко и в печатном виде она производит определенное впечатление. Введение в теорию межкультурной коммуникации – учебное пособие. В нем раскрыты важность и значение межкультурной коммуникации в эпоху глобализации. Рассмотрены ее основные теоретические проблемы, изучены лингвистические аспекты межкультурного взаимодействия. Адресовано это учебное пособие обучающимся по специальности лингвистика и межкультурной коммуникации, а также специализирующимся, всем специализирующимся в области культурологии. Далее. Рабочая тетрадь по древнерусской литературе и фольклору. Пособие для самостоятельной внеаудиторной работы. Эта рабочая тетрадь по древнерусской литературе и фольклору поможет студентам, обучающимся в художественных вузах и колледжах, составит представление о древнерусской литературе как важной и необходимой для художника части русского культурного наследия. Это издание действительно незаменимо для самостоятельной внеаудиторной работы студентов гуманитарных вузов. Так что обращайте на нее внимание и рекомендуйте. И переходим к иностранному языку. В этом месяце мы выпустили пару учебных пособий. Вообще язык мы уже давно не даем в традиционных полных учебниках, потому что есть потребность у специалистов в узконаправленных темах, в их расширении, углублении. Поэтому для нас основной задачей уже несколько лет является поиск и реализация вот таких узких проектов, которые помогли бы своим присутствием в реализации очень многих компетенций для действительно редких специалистов. Здесь у нас для среднего профессионального образования вышло учебное пособие «Практическая грамматика современного английского языка». Это пособие предназначено для студентов колледжа очной и заочной формы обучения, имеющих базовую начальную подготовку по английскому языку. Пособие это, может быть, поможет обучающимся овладеть лексическим и грамматическим минимумом для осуществления речевой деятельности в ситуациях социально-бытовой сферы общения. Самые актуальные лексические композиции, грамматические формы – все здесь собрано, то есть самый-самый свежий язык вот в самом его свежем развитии. Следующее тоже учебное пособие, тоже английский язык. Синтаксические грамматические категории, реализующихся в пределах словосочетания предложений. Вот если в предыдущие месяцы я вас радовала английским языком для строительных специальностей, для геодезистов, для финансистов, здесь у нас выделено более общее. Это пособие, конкретно это пособие, адресовано студентам бакалавриата и специалитета первого и второго курсов очной и заочной формы обучения. Так же, как предыдущее издание, оно поможет овладеть лексическим и грамматическим минимумом в ситуациях социально-бытовой сферы общения при изучении английского языка. То есть это два пособия, которые вышли в паре в одной тематике. Следующая книга, монография. Давно мы не выпускали литературы для библиотечной деятельности, для библиотекарей, для организации библиотек. Но то, что у нас выходило в издательстве, оно, во-первых, было очень актуальным. Это такие книги, как «Библиотека XXI века», совершенство небиблиотечной деятельности, развитие библиотечного дела. Это все у нас уже было, это актуально. Но библиотечное дело, оно тоже живое, потому что оно неразрывно связано с тем, что происходит вокруг. Меняются люди, меняются ситуации. И здесь, конечно, нужно применять к своей деятельности новый взгляд, обусловленный окружающей действительностью. Это такое небольшое лирическое вступление и новая монография «Сбалансированная система показателей как инструмент управления информационно-библиотечной деятельностью». Это исследование, в котором разработаны ключевые показатели эффективности информационно-библиотечной деятельности. В нем представлен ряд методик «Создание и внедрение системы сбалансированных показателей для обеспечения нового подхода к стратегическому управлению». Результаты данного труда, данного исследования могут быть востребованы в деятельности современных библиотек и информационно-библиотечных центров, госучреждений, а также в системе подготовки и переподготовки специалистов, занимающихся менеджментом качества. В общем, книга, конечно, не только для библиотекарей, не только для библиотечной деятельности. Но я и ранее об этом говорила, что определение направления, специальностей, оно довольно условно, и чаще всего то издание, которое мы представляем, оно имеет более широкий круг использования, чем мы можем это указать, можем это предположить. И, друзья, переходим к долгожданной истории. В марте мы пополнили нашу серию «Люди судьбы эпохи». Одна из успешных, самых успешных серий в нашем издательстве. Она стоит на втором месте после «Мемуаров замечательных людей», которые насчитывают уже около сотни изданий. Так вот, серия «Люди судьбы эпохи» тоже получается довольно достойной. Не только подбором материалов, редкостей, воспоминаний, дневников, но и тем, как это все оформляется, как это все доносится, какие замечательные переводы. Но начну с книги «Мысли о войне». Это новинка нашей серии. Мемуары Теобальда фон Бэтмен-Гольвига, рейхс-канцлера Германской империи при Вильгельме II. Если хотите начать сначала, то в этой же серии у нас есть книга о мемуарах Вильгельма II. Очень интересный взгляд императора, который стал последним. Не буду рассказывать о чем, действительно стоит почитать. Так вот, Теобальд Бэтмен-Гольвиг стал одной из самых интересных фигур немецкой политики начала XX века. В воспоминаниях, освещающих события, предшествовавшие Первой мировой войне, особый интерес представляют рассуждения автора о роли Англии, Франции и самой Германии в начале войны. Все книги этой серии созданы для самого широкого круга читателей, поэтому здесь даже не буду уточнять. Они достойны самой благодатной, благодарной и широкой аудитории. Следующая книга тоже из этой серии. Воспоминания Раймона Пуанкаре, бывшего президента Франции, трижды занимавшего пост премьер-министра. Этот подробный дневник позволит читателю воссоздать первые годы Первой мировой войны и понять, как сильные мира сего боролись за территориальное и экономическое превосходство в Европе. Книга представляет огромный интерес для мировой истории как уникальное свидетельство страшных событий начала XX века. И сегодня она доступна широкому кругу читателей. Наверное, для того, чтобы понять, что происходит сейчас, нужно начинать с самого начала, с самых истоков. Переходим дальше. В этой же серии вышла книга «Души черного народа». Это основополагающая работа в истории социологии афроамериканского общественного деятеля, социолога, историка и писателя Уильяма Дюпуа о том, каково это быть темнокожим в Америке на заре XX века. Одним из наиболее новаторских аспектов книги «Души черного народа» является психологический анализ расизма наряду с анализом вопросов физического и экономического угнетения. Помимо этого, автор тщательно изучает проблему материального неравенства и образования и рисует яркое полотно духовного мира, в котором жили и боролись за существование более ста лет назад 10 миллионов американцев. Уильям Дюпуа – борец за права темнокожих американцев в XX веке. Он активно выступал против сегрегации, линчевания, российских законов, всех форм дискриминации. Мировоззрение Дюпуа, которое он изложил в своих многочисленных публикациях и книгах, вошло в основу знаменитого закона о гражданских правах, который в 1964 году запретил дискриминацию по расовому признаку. Его книга «Души черного народа» стала Библией движения за права темнокожих. Настолько убедительно он сформулировал необходимость эмансипации афроамериканцев. Уильям Дюпуа критиковал приспособленческую позицию, которую продвигал «Букер Вашингтон». Кто не присутствовал на вебинарах, когда я оповещала об очередной новинке нашего издательства, как раз «Букер Вашингтон. Восприяние от рабства». Мы выпускали, если не ошибаюсь, год назад. Вот такая вот книжечка. Так вот, в отличие от Вашингтона, Дюпуа считал, что темнокожие должны бороться за право получать образование, работать, голосовать, а не надеяться на снисходительность белых, как, собственно говоря, на что рассчитывал Вашингтон. В книге «Душ черного народа» Дюпуа обосновал эту стратегию борьбы за права темнокожих и продемонстрировал провал приспособленчества, а также указал на необходимость высшего образования для развития афроамериканцев. В общем, книга в паре с тем, что мы уже выпускали, получилась очень-очень увлекательная, интересная. И, конечно, это диаметрально противоположный взгляд, другой взгляд. В общем, советую Вам почитать, посмотреть. Для многих неизвестный автор в России. Так что эта книга действительно достойна того, чтобы на нее обратить внимание. На этом пул книг, подготовленных нашим издательством «За март», исчерпан. Напомню, что мы не только производим книги в электронном и бумажном видах, но наше одно из последних увлечений, мы больше года уже занимаемся тем, что делаем еще и аудиокниги. Так вот, коллекция наших аудиокниг включает в себя труды выдающихся историков, философов, какие-то важнейшие мемуары о сложных моментах в истории нашей страны, мира, книги по культурологии, истории церкви, биографии странных и удивительных личностей, исторические романы и много-много другого. Все новинки. Если вдруг кому не терпится дождаться мой вебинар, вы можете зайти на наш сайт, на сайт нашего издательства. Мы обязательно размещаем все новинки, как только они выходят, не разово, а вот поступательными движениями, на нашем сайте directmedia.ru и в социальных сетях. В данный момент активно работает соцсеть ВКонтакте, это Библиоклуб, и есть еще аккаунт интернет-магазина, Директ Медиа, так оно и называется. Милости просим, даем не просто какие-то аннотационные пояснения каждой книги, а реально рассказываем истории. Так что то, что там происходит, это действительно очень интересно. Разумеется, я рассказываю вам о книгах и на вебинарах, так что в следующий раз, в самом конце апреля, если я не ошибаюсь, 27 апреля, я жду вот эту команду, которая сегодня замечательно меня слушала, и расскажу о том, что мы будем делать в апреле, то, что делаем сейчас и выйдет только в апреле. И, конечно, несмотря на довольно сложное время, бизнес-процессы в нашем издательстве не останавливаются. И все это благодаря нашим замечательным редакторам, верстальщикам, дизайнерам, программистам, всей команде, которые любят книги и работают с ними. А также нашим читателям, всем тем, кто ищет книги для себя, библиотекарям, которые ищут книги для своих посетителей, студентов. В общем, для всех-всех-всех, кто любит книги так же, как и мы. Друзья, на этом все. До встречи на вебинаре в апреле. Месяц обещает быть очень насыщенным книгами. Не пропустите. И более того, нас ждет в апреле выставка «Нонфикшн». Год назад решили, что она будет два раза в год. И решили правильно. Мы на нее обязательно поедем, покажем. И я вам расскажу о том, на что люди реагируют больше всего, что сейчас их интересует, и какие были успехи издательства на этом замечательном мероприятии. И чуть вернусь к вашим вопросам. Наши книги можно приобрести на сайте издательства в том виде, в котором они вас интересуют. Читаете электронные книги? Без проблем. Читаете бумажные? Без проблем. Конечно, сейчас с бумагой тяжело. Все издательства с этим столкнулись. Но это не повлияло на выпуск книг. Книги все равно выходят. Это повлияло только на сроки готовности бумажных экземпляров. Вот и все. То, что книга будет жить, книга будет продаваться, покупаться и читаться, в этом никаких сомнений быть не может. Так что, друзья, заходите на сайт, выбирайте то, что вам нравится. Есть в конце презентации наши контакты. Вы можете написать письмо. Если не нашли, позвонить. Мы с радостью вам поможем, ответим на все интересующие вопросы. Ну и до новых встреч в конце апреля. Я вас буду очень ждать. До свидания.